итак берем тело а кстати 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 здравствуйте на тело же еще еще надо сидеть да мы будем шить тело из того из той же ткани из которой будем платье шить а я как обычно не подготовила будет беленькое тогда тело так тело и на тело знаете подождите сейчас давайте тогда сделаем руки-ноги руки-ноги и голову они все сначала руки и ноги делаем обводим эти ноги у нас обычно из бязи они из бязью бязь вместе с трикотажем а стрикотаж так сейчас я как-то размещу так вот аккуратненько я всегда перед уроком начинаю собираться с мыслями вспоминать так что же куда же куда же мы сейчас двинемся вы меня простить столько дел что не успеваешь не успеваешь а у вас такие же руки загорелые вы там же вовсю наверно да у меня видите пальчики какие я там помидоры сажала огурцы сажала я говорю да уже насажали всего я вам скину свою у вас наверно у вас наверно теплее у нас вот только сегодня 20 градусов вообще было холодно поэтому огурцы мои несколько раз уже перед этого перерастали я новый докупала в общем докупила и теперь у меня покажу я вам покажу а у нас только всходит еще ничего не всходит если интересно видео в болтушку скину так пока это откладываем дальше тело у нас должно быть состоять из четырех частей то есть в четыре слоя и в четыре слоя в два слоя но так как у нас две детали то есть нам надо будет сложить вот так и вот так то есть понял да вот так два слоя складываем еще разочек и кладем тело тогда она у вас будет шикарная никуда ничего не денется не вылезет не разлезет ли на набивкой это вот сзади дырочка то есть у него да вот эта набивка у нас так закалываемся кнопочки перестали закалывать в принципе можно и в один слой сделать но в два он знаете как-то вот солидия смотрится тело и такое хлиплое тело мы вырезали дальше дальше голова 4 клина не по косой просто вот как есть так и складываемся четыре штуки то есть у меня тут ткань со сгибом идет вот это вот вот она тут два клина получилось и еще два клина делаем так и вырезаем это у нас на машинку и теперь нам надо с чехлом определиться у кого бифлекс те краят вот по такому чехлу а у кого не бифлекса какая-то ткань другая будете уже кроить на самой голове когда голову разкраин вы уже весь процесс знаете я вам потом подскажу в два слоя тоже это делаем значит лицо к лицу складываем и вот таким вот образом вот так еще разочек складываем и у нас получается четыре слоя два слоя на голову с лица и два сзади и рисуем чехол очень будет туго натягиваться так положено вырезаем и теперь ноги с руками нам надо тоже определить в бе в этот вот вот в этот в трикотаж берем прям лена вы написали чехол для головы три детали это почему а это значит просто если сэкономить то два сюда и там один будет я сделала в общем можно сделать вот так два сюда и один сзади вот так в три слова в три раза да кто совсем хочет сэкономиться сильно-сильно я не пала этого делать сейчас вырежу квадратик хотите я в разуме сейчас нарисую сколько надо ткани вырезать значит у нас получается вот такая вот деталь уха со сгибом сейчас скажу сколько сантимометров 20 на 12 это руки и ноги 20 на 12 и закалываю мы будем делать когда-нибудь кукол со сгибающимися ручками ножками но то есть более детальных я поняла да у меня меня кто-то уже просил об этом сделаем шарнир на куклу так вот это у нас девять с половиной на девять с половиной здесь у нас 15 ну что такое на 15 квадратик и тело один 10 ну 11 на 16 здесь у нас